7 декабря 1934 года в результате районирования западного сибирского и восточного сибирского краев образовался Красноярский край. Могучий край состоял из 52 районов Ивентийского и Таймырского национальных округов. 6 января 1935 года на Первом краевом съезде Советов Красноярского края утверждались органы власти. Среди 377 делегатов, лучших представителей от рабочих, Красной армии и трудового крестьянства были и 9 делегатов Курагинского района. В огромном и богатом крае с самого начала большое значение уделялось развитию лесной отрасли. Было создано 22 леспромхоза, в том числе Курагинские. Наш район всегда вносил свою долю в богатство края. Рекордные добычи золотой руды достигал Артемовский рудник, самый крупный в системе комбината «Минуса золота», находившийся в Курагинском районе. В сельскохозяйственной отрасли к концу 30-х годов 49 машино-тракторных станций края обрабатывали половину всей посемной площади колхозного сектора. В том числе в нашем районе Курагинская, Эмийская, Тубинская и Брагинская машино-тракторные станции. В годы Великой Отечественной войны сотни курагинцев вошли в составы боевых дивизий и батальонов, сформированные на территории края. Были направлены на работу на оборонные заводы Красноярия, производившие боевую технику и боеприпасы. 191 бойцу-красноярцу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, в том числе восьми курагинцам. Двое стали полными кавалерами орденов славы. В послевоенные годы, когда восстанавливалось разрушенное хозяйство и в годы развитого социализма, пяти труженикам Курагинского района было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. В 1956 году за высокие показатели в освоении целинных и залежных земель Красноярский край был награжден Орденом Ленина. В этом успехе есть и доля курагинских земледельцев. Десяткам тружеников Курагинского района были вручены медали за освоение целинных и залежных земель. В 1965 году из 12 всесоюзных ударных комсомольских строек, 9 находились в Красноярском крае, и первая в стране электрифицированная железнодорожная магистраль трасса мужества Абакан-Тайшет прошла по территории Курагинского района. На всем ее протяжении появились новые поселки, в том числе и с именами изыскателей Кашурникова, Стафата, Журавлева. 2 декабря 1970 года Красноярский край был награжден Вторым Орденом Ленина. На территории Курагинского района налажилось производство на Ирбинском, Краснокаменском рудниках. Дано начало двум единственным в крае железнорудным горнодобывающим предприятиям. 5 декабря 1984 года Красноярский край был награжден Орденом Октябрьской революции за вклад в освоение природных богатств и развитие производительных сил Сибири. На территории Курагинского района к этому времени были выстроены поселки горняков Большая Ирба и Краснокаменск, объекты социальной сферы, терапевтический корпус СРБ, школы в Артемовске, Шалоболино, Березовском, новые животноводческие корпуса в колхозе Путь Ленина, совхозе Южный. В новых экономических условиях 21 века Красноярский край продолжает оставаться одним из развитых регионов России. Реализация национальных проектов и региональных программ дает возможность развиваться и строить промышленные объекты и объекты социальной инфраструктуры в городах и районах края, в том числе в Курагинском районе. Сегодня наш район это 25 тысяч квадратных километров природы необыкновенной красоты и богатых недр. Главная гордость района – люди, которые живут и работают в нем. Зона рискованного земледелия не пугает тружеников сел и они добиваются высоких результатов. В перспективе переработка сельхозпродукции, производство муки, комбикормов, макаронных изделий. После получения профессии возвращаются в хозяйство молодые специалисты, а их семьи благодаря краевой программе устойчивого развития сельских территорий получают собственное жилье. Добыча золота, переработку нерудных строительных материалов, щебня, извести ведут промышленные предприятия района. Лесозаготовители обеспечивают стройматериалами курагинцев и жителей других территорий, а лесхозы берегут и восстанавливают леса. Предприниматели района производят продукты питания, осуществляют торговлю и оказывают услугу в различных сферах. С каждым годом хорошеют села и поселки, благоустраиваются дворовые и общественные территории, появляются архитектурные зоны, яркие детские городки, строятся новые жилые дома. Школы района выпускают в жизнь сотни юношей и девушек, и среди них ежегодно есть медалисты. Механизатором, путейцем или поваром можно стать, обучаясь в курагинском филиале Минусинского сельхозколледжа. В учреждениях культуры района творческие люди занимаются хореографией и вокалом, декоративно-прикладным и изобразительным искусством, театральным творчеством. Особая гордость коллективы удостоены звания «Народный, образцовый». Юные музыканты, ученики и выпускники детских школ искусств с успехом представляют район даже за пределами России. На фестивале в Курагинский район ежегодно приезжают гости, реализуются значимые социально-культурные проекты. Один из них подружил Курагинский район с республиками Тыва и Монголия. Наши спортсмены становятся победителями и занимают призовые места в соревнованиях различных уровней. Тысячи жителей района ежегодно принимают участие в массовых спортивных мероприятиях. Молодежь района активно участвует в реализации флагманских программ. Растут ряды юнармии. Лучшие из лучших участвуют в возрождении патриотических традиций. В новой поликлинике Курагинской районной больнице оказывается широкий спектр медицинских услуг. Возрождены прекрасные старые храмы и строятся новые. Общественное самоуправление, советы сел, женсоветы, советы ветеранов помогает повышать активность населения в решении местных проблем. Новые перспективы района связаны с проектом «Енисельская Сибирь» и строительство железнодорожной линии «Элегест-Кызыл-Курагина». Яркий и многонациональный, поражающий воображение своими масштабами и красотами, привлекательный своими достижениями и перспективами Курагинский район – достойная часть великого и могучего Красноярского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова